В Свердловской области увеличили выплаты по соцконтрактам. На открытие собственного дела жители Среднего Урала смогут получить 350 тысяч рублей, а на развитие подсобного хозяйства – 200 тысяч рублей. Соответствующие постановления приняты на заседании регионального правительства 21 июля. Как уточнили в Департаменте инфрополитики Свердловской области, размер единовременных выплат по соцконтрактам увеличили на 100 тысяч рублей в соответствии с принятыми федеральными решениями. Повышение финансирования этой меры господдержки позволит увеличить, как вариативность самих бизнес-проектов, так и их финансовую устойчивость. В итоге вырастет эффективность самого главного в социальном контракте. Свердловчанин, развивая свое дело или подсобное хозяйство, сможет получать доходы выше прожиточного минимума, ответил министр социальной политики региона Анна Рейзлаказов. Предоставлением государственной социальной помощи на основании социального контракта пользуются и жители Новоуральска. В минувшую среду статистика прозвучала в рамках нашего прямого эфира. В этом году у нас по плану заключить 85 социальных контрактов, ну, чтобы долго не говорить, скажу, вот на сегодня 47 заключено, завтра у нас еще 3 на комиссии, то есть будет 50 из них, 35 на поиск работы. И хочется сказать, что вот даже из тех, с кем мы заключаем, больше половины, то есть где-то мы смотрели, около 80% реально находят работу, трудоустраиваются, получают одновременно и заработную плату, и выплаты от государства. То есть это все предусмотрено, вот, заключено уже в этом году 5 социальных контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности при плане 9. Ну и вот пока 7 у нас на иные мероприятия, ну, это я говорю, что в августе пойдут у нас, скорее всего, на то, чтобы детей в школу собрать. Ну, хочется еще все-таки акцентировать внимание, что в приоритетном порядке мы заключаем соцконтракты с семьям, с детьми, чтобы помочь как раз этой категории, которая все-таки более социально не защищена, как раз выйти из категории малообеспеченных семей.